Пресвятая Богородица Свято-Серафима Покровский женский монастырь отметил четвертьвековой юбилей. Приветствие по православному В рамках встречи с замминистра внутренних дел России и нового руководителя главного управления МВД Кемеровской области с личным составом у мемориала погибшим при исполнении служебного долга высокопоставленным лицам были вручены иконы. Историческая память Участники проекта с таким названием привели в порядок стеллу, посвященную красноармейцам, погибшим от рук колчаковцев. 14 октября православные христиане отмечают один из любимейших на Руси праздников – Покров Пресвятой Богородицы. В канун Великого праздника митрополит Кемеровский Прокопьевский Аристарх совершил всеночное обдение в храме Покрова Пресвятой Богородицы Прокопьевска, встречающего свой престольный день. Событие покрова Пресвятой Богородицы произошло в IX веке, когда наши предки, русы, будучи еще язычниками, осадили Константинополь. Во время богослужения во Влахенской церкви защитником города явилась Богоматерь и в знак того, что дает им свою защиту, покрыла их своей ризой. После этого амафор погрузили в прибрежные воды и тут же поднявшаяся буря потопила русские корабли. Удивительно, что именно Покров, греческий праздник победы над русами, стал одним из главных праздников русской церкви. Все дело в том, что воины были потрясены, став свидетелями чуда, и вскоре попросили крестить их. Так православие впервые пришло на Русь. Отчуда явление Пресвятой Богородицы стало пониматься с тех пор, как знак покровительства Богородицы всем молящимся и прибегающим к ее заступничеству. На Руси этот праздник был установлен в XII веке заботами святого Андрея Боголюбского. При нем же в 1165 году был построен знаменитый храм покрова на Нерли. Особо почитается Божья Матерь в праздник покрова на святой горе Афон в Греции. Это место является земным уделом Богородицы. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ На вечерне в Покровском храме в городе Прокопьевский митрополит возглавил последование литии, осветив хлеб, пшеницу, вино и лей. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Владыка прочел Евангелие, а также помазал освященным маслом священнослужителей и прибывших на богослужение прихожан. По окончании всеночного бдения настоятель храма протеерей Евгений Шосток поблагодарил архиерея за общую молитву и участие в торжествах престольного дня Покровского храма. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Величаем, величаем вся Пресвятая Дева, ищем по праву Твой Святый. Митрополит Аристарх поздавил настоятеля и членов прихода с престольным праздником, а также произнес проповедь, в которой рассказал о значении праздника Покрова Пресвятой Богородицы. Что же означает Покров Божией Матери над христианами? Покров Божией Матери, согласно смыслу церковных песнопений и святоотеческому объяснению, это прежде всего Ее любовь, которая помогает нам в трудах и невзгодах, которая отирает наши с Вами слезы души и, самое главное, помогает на трудном пути ко спасению. Покров Божией Матери, говорят святые отцы, это и Ее молитва, которая возносит нашу человеческую немощную молитву к престолу Божию. Это заступничество за нас грешных предспасителем мира. Это ходатайство о прощении наших грехов и утолении скорбей и невзгод жизни. Праздник Покрова Богоматери и икона Покрова, трогательный символ неустанного предстательства владычицы за род людской, пришлись особенно по сердцу русскому человеку. Праздник Покрова, не будучи двунадесятым, чествуется в народном быту не менее двунадесятых. Икона Покров над землей Кузнецкой является местно чтимой иконой в нашей епархии. В день Покрова Пресвятой Богородицы сразу два больших события отметила свято-серафима Покровская женская обитель Ленинско-Кузнецкого. Престольный праздник и четвертьвековой юбилей монастыря с момента его основания. Литургию совершили митрополит Кемеровский Прокопьевский Аристарх и епископ Мариинский Юргинский Иннокентий в сослужении сонно-священнослужителей, для многих из которых обитель в шахтерском городе стала помощницей в поиске живого Бога. Царю Небесный, утешителю души истинной, живи везде, саи вся исполняй, сокровища благих и жизни подателю, прииди и вселиси вны, и очистины от всяких скверны, и спаси блаже души нашу. Свято-Серафима Покровская обитель – первый женский монастырь в Кузбассе и старше всей Кемеровской епархии на пять лет. Хотя на самом деле его история начинается в далеком 1863 году, когда в Кольчугине, нынешнем Ленинске-Кузнецком, открыли первую Покровскую церковь. С тех пор ее то закрывали в 1922-м, то открывали в июне 45-го, а в 61-м и вовсе разобрали на дрова. Однако, как рассказывает духовник обители и первый ее священник, вера православной общины в то, что храм здесь будет, пересилила все преграды. Это была община очень боевая. Там были такие боевые все христиане верующие. И они, понимаете, с момента того, как у них церковь разобрали, вот снесли, они всех просто буквально беспокоили. И куда только не обращались, чтобы все-таки иметь храм. И вопрос стал об назначении настоятеля. Ну и меня, владыка, я в то время служил в Новокузнецком, Михаил Аркадьевском храме, владыка меня назначил сюда, настоятелем. И в старом храме тоже был, вот Покровский, в том деревянном, Покровский был храм, и тоже был престол Серафима Саровского. Так вот это и сохранилось исторически. Двупрестольный Покровский храм с нижним пределом в честь преподобного Серафима Саровского построили всем миром, дружно, буквально за пару лет. А поскольку среди верующих было немало людей, желающих посвятить всю свою жизнь Господу, было решено организовать здесь монастырь. Сегодня обитель культурное и духовное достояние не только Кузбасса, но и всей страны. Паломники приезжают сюда поклониться многочисленным святыням, иконам Божией Матери Троиручица, образу Серафима Саровского, списку с иконы Божией Матери Всецарица, написанному в Отапецком монастыре, частичкам мощей, оптинских старцев, блаженной Матроны Московской и других угодников Божиих. Все эти святыни поистине творят чудеса. Видите, у нее столько вот много всяких подвешенных золотых, серебряных предметов, то кольца, кто крестики свои оставил. В благодарность за помощь Матери Божией приносят пожертвовать. Присылают нам свидетельства о том, что, например, там парализованная рука, помазываясь маслом, вот от иконочки, вот стоит тачка неугасимая всегда у этой иконочки, и вот помазывая маслом, начинали там пальчики двигаться, вот полностью там исцелялись после переломов, очень много помощи в рождении детей. Возможно, это стало и потому, что на сейнице обители 27 сестер неустанно молятся и днем, и ночью, а в свободное от молитвы время успевают обогреть и приютить тех, кому нужна помощь. Так, в январе 2012-го здесь появилась приемная семья Серафимушка для девочек-сирот, которые тоже приняли участие в празднике. Сегодня монастырь – это большой комплекс с кельями для сестер, мастерскими, воскресной школой, двумя трапезными, подсобным хозяйством в скиту, расположенном неподалеку от города, где действует храм спарительницы хлебов и домом паломника. «Царица моя, предлагая, нагрежда моя, Богородице, приятель, честивый и странный предстательничек, по окончании Божественной Литургии, Высокопреосвященнейший Владыка Аристарх произнес проповедь и поздравил игуменью священнослужителей, населец и прихожан монастыря с праздником. Я хотел бы, дорогая Матушка Нектаря, в этот престольный праздник женского свято-серафима Покровской обители поздравить всех вас, населец, прихожан этого святого места, святого обители, как с престольным праздником, с праздником Покрова Божией Матери, так и с кубубо 25-летием со дня основания женской обители города Ленинск-Кузнецка. И один из храмов освящен в честь нашего Отечественного годника Божия. Особенно Божья Матерь любила именно Его, и Ему она являлась земной жизнью. Пусть эта икона пребывает в святой обители и укрепляет всех, кто здесь ищет спасения, в монашеских послушаниях, вере, любви и смирениях. Поздравлений и подарков в день празднования 25-летнего юбилея обители было много. Одной из самых значимых наград стал Орден почета врученной Матушке Нектаре. Разрешите мне выполнить поручение нашего губернатора Амана Гумировича Тулеева и обратиться к вам. Уважаемая Матушка Нектаре, примите сердечные поздравления с престольным праздником Покрова Пресвятой Богородицы и 25-летием со дня основания Свято-Серафима Покровского женского монастыря. Искренне желаю вам, духовенству, всем монашествующим, труженикам и прихожанам обители крепкого здоровья, духовной радости, душевного тепла, неиссякаемой помощи Божьей, в подвижнических трудах, во славу Русской Православной Церкви и на благо нашей великой Родины России Кузбасса. Бескорыстную социальную помощь людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, за неустанные молитвы о благополучии жителей Шахтерского Кузбасса и в связи с 25-летием со дня основания Свято-Серафима Покровского женского монастыря наградить Игуменью Нектарию Орденом Почета Кузбасса, представляющим собой восьмиконечную звезду из серебра и позолоты, выполненную путем наложения двух звезд, украшенных драгоценными камнями, в центре которых рельефное изображение герба Кемеровской области, наградить Протеерея Сергия Плаксина, также наградить Иерея Михаила Казанина, Скиегумени Пороскевич-Нуровозовой, населенности Свято-Пантелеймонного мужского монастыря села Безруково Новокузнецкого района, Башлыкову Олегу Борисовичу, генеральному директору компании Ленинск-Нужнецкий предприниматель. Компании Всевышнего города Ленинска. В этот день юбиляров чествовали. Гости из областной и городской администрации вручались областные, городские и епархиальные награды как насельницам и клирикам монастыря, так и его благотворителям. 18 октября замминистра внутренних дел Российской Федерации Александр Махонов представил личному составу главного управления МВД по Кемеровской области нового начальника, бывшего замглавы главного управления МВД по Челябинской области и начальника полиции генерал-майора Игоря Иванова. Товарищ заместитель министра внутренних дел Российской Федерации, личный состав для церемонии возложения цветов к мемориалу памяти сотрудников погибших при исполнении служебного долга построен, докладывал полковник Захаренко. В первый день работы новый руководитель отдал дань памяти сотрудникам ведомства погибшим при исполнении служебного долга у мемориального комплекса в Кемерове. Мемориальный комплекс, у которого мы собрались, был заложен в 1997 году. В 1998, накануне Дня милиции, был торжественно открыт памятник в форме щита и меча. В 2002 торжественно освещена и открыта часовня в честь святого великомученика Георгия Победоносца. Александр Махонов и Игорь Иванов возложили цветы к памятнику, после чего посетили часовню святого великомученика Георгия Победоносца, где их встретил руководитель отдела по связям с вооруженными силами и правоохранительными органами Кемеровской епархии протеерей Алексей Воронюк. Священник благословил гостей и подарил им иконы Архангела Михаила и святого равноапостольного князя Владимира. В память о погибших коллегах Александр Махонов и Игорь Иванов зажгли свечи на кануннике и помолились о душах усопших. Что такое историческая память? Чьи имена необходимо помнить? О сохранении каких фамилий и событий заботиться? В одной из своих многочисленных акций которая прошла 21 сентября в поселке Калтерак Новосибирской области что на границе с промышленовским районом участники проекта историческая память ответили на этот вопрос. Было очень много историй когда в одной стране воевал один брат другой другой брат и друг против друга убивали один красный другой белый то есть для этого мы делали мы сегодня память не постановим. Ветераны комсомола сельского муниципального района кадеты корпуса МЧС ребята из казачьего военно-патриотического клуба Патриот совместно со своим руководителем Василием Борисовым привели в порядок памятник красноармейцам погибшим от рук колчаковцев установлены еще во времена СССР на месте предполагаемого захоронения покрасили установили новую табличку на стеллу облагородили зеленые насаждения вокруг время все расставляют на свои места и сегодня деление на красных и белых быть не должно считают участники акции по окончании работ они почтили всех погибших во время гражданской братоубийственной войны независимо от того на чьей стороне воевал тот или иной солдат минутой молчания почтим память тех, кто отдал свою жизнь за свою идею за лучшую жизнь минуту молчания уважаемые телезрители каждое ваше мнение крайне важно для нас свои замечания или комментарии вы можете сообщать нам по телефону или адресу которые вы видите на своих экранах а на этом я с вами прощаюсь увидимся через неделю ваше мнение «Святая жизнь» «Святая жизнь» Продолжение следует...